Всем привет мои хорошие мои любимые. Ко мне приехал друг с утра. Я дарю яичню такую. Я люблю вот этими глазами, глазунью. Ему надо переворачивать. Короче, я просто на раскаленное масло выливаю яйца и посыпаю их солью и перцем. Получается очень очень вкусно. Вот такая красота. Вот это мои, а то его. Сегодня такой ливень был вообще с утра. Ливеняка пошел просто на улице. Солнце вышло, все высохло. Ничего не махнет. Перочек достану. Сока такой купил я. У меня есть. Уже достану. Так, все голбаска есть, что-то снимал. Все. Тут интересный язык люди разговаривают. Вообще непонятно. У нас есть англійський там. У нас есть англійський там. У нас есть англійський, там не было. Это очень непонятно. Зачем не понятно, зачем я это. В 20-40. Никаке я не знаю. Такие цистерны. Это что интереснее? Нефть. Это нефть добывают или что? Да, там на реке. Вытягивают нефть. Что-что? Вытягивают нефть. Нефть за кран, за чипы выпадет. Целый баррель оттуда вытягивают. От остров. От остров, гляньте, вот это такие островков. Очень много на Днепре. Очень много. Видите, яхта затонула там. Короче, много таких островков. Внимают, орендуют водку, кого нет. Плывут туда на лодки, на острова и там сидят. Сколько островков, очень много. Переходим. Приходим. Вот, перестасы сохраним. Слушай, до последнего всегда сидит в автобусе. Вы не выйдете оттуда. Вылазишь, сидишь до последнего. Отдыхаешь. А у нас во сколько поезд? 10.30? 26. Еще 26 минут. Пришла посылка из России на день рождения. Сказали открыть день рождения. Мы сейчас распотрошимые тут. Дубами скотч будем рвать. Разгрызем прямо на вокзале. И потом пойдем на рынок продавать. Он мне сказал, я торгую посылкой. Вы поняли? Торгую посылкой. Вы знаете? Причем даже не раскрывая посылку. Вот, знаешь, тело запечатано. На тачке привез 5 посылок. На вес, на вес продаю посылку. Телится женщина. 6 килограмм нормально. Берите. Посылка, посылка. Хочется России. Посылка. Из Америки другая цена. А, ну конечно. Там килограмм уже будет стоить 20 долларов в килограмм. Вот так дешево 20 долларов в килограмм за грамм. 70 хотя бы. А там 70 гривен. Украинские. Раньше стояли люди, торговали. А сейчас уже все. Чего-то разгоняли. Всех никого не мало. А дорога как-нибудь страшна. А, ну. А с кем у меня как-нибудь? Здесь, наверное, где-то можно находиться. Нет, там тоже разная дорога. Ну, в общем, конечно, лучше. На окраине перелета. Да. Там бабушка просто, там дедушка и все. Больше никого. Название все знает. Хорошо? Все название все знает. Это где мы ищем Берелева. Мы ищем Берелева. Это сериалы. Да. Про нас, про Вику. Нет, там памяти клави рассказывают. Это все, что ты знаешь в Москве. Понятно. Познание хорошее, Леша. Да. Ты будешь как твой человек. Куда? В Берелева везите меня. Хоть я и не там живу, но в Берелева. Ну да. Мы ищем. Ты откуда? Милиция остановит твою Москву. Да. Милиция остановит. Ты скажешь. Я сберелела. Я сберелела. Мы с Лешей будем ходить по Москве. Знаешь такие типа. ЦУМ ГУМ. Да. ЦУМ ГУМ. Давай. Не хочешь себе такого коня хрустального. Там вот эти здоровые. Знаешь такие. Продаются. Ну типа вот. Выбирай. Все твое. Да. Это вокзал в Днепропетровске. Ну пока мы в Днепропетровске. Да. Пока еще только до вокзала. Я кстати слышал, что Симонов сюда едет. И Фиромир тут. Короче блогер. Все. Все. И по полтора миллиона. У Фиромира все тут. И все тут. Приехал сюда. Это же Фиромир. Когда-то вот русский старт. Легкий старт. Мест с канала. То они сняли видео. И там я узнал, что есть Фиромир такой. Там мальчик. Плаков. Фиромон. Фиромир. Вот это же. Что там бой какой-то был. Симонов тренировал Фиромира. Он с кем дрался. Да я не знаю. С кем ты там дрался. Симонов тренировал. Симонов. А сегодня да. Симонов. Симонов ну да. Он же боксом там че чем че. Он любитель типа. Понятно. Вон Москва Днепропетровск. Днепропетровск. Десять двадцать пять. Прибывают. Ой блин. Днепропетровский вокзал. У нас жарище страшно. Жарко. Жарко. Ты шо. У меня прям греет. Пинос. Куда пойдем? Уже пойдем там из бомжей постоять. Бомжей хочешь постоять? Да не. Просто постоять. Это первый раз в жизни когда приехал в Днепропетровск. Я увидел вот это вот здание. Вот это вот здание. Вот это? Да. Я так подумал о боже как обшарпано. Что ж это вокзал и такое здание. И так вот прошло много лет оно так и стоит это здание обшарпанное. Ничего не поменялось? Никто не сделал. Да. Это было лет наверное семь назад. Я приезжал, учился в консерватории. Приезжал к педагогу в Днепродзержинск. Правда сельское Леонид Сергеевне занимался. И пересаживался? И пересаживался здесь. Да. Не было прямого. И вот это я увидел это здание. Думаю господи как обшарпано Днепропетровский. Так получилось что теперь тут живу. Так и везде да? Ты подумал? Не ну не так везде конечно. Не подумал. Просто знаешь что такое здание кинулось в глаза сразу. Красивое. Красивое конечно. Конечно. Очень красивое. Ну вот это очень красивое здание. Что такое сталинский эмпир? Сталинский эмпир. Это новое слово. Леша. Хочу когда мне женщины в Москве рассказывают. Или ты до этого слышал? Конечно. При Сталине нет. Я знаю. При Сталине такие вот украшения на зданиях. Талоны, высокие потолки. Это все при Сталине. А потом Крущев пришел и он издал указ о устранении излишек в архитектуре. То есть архитектура стала более такая эстетичная. Более скромная все это. Поэтому вот при Сталине. У Леши очень здорово. С одного взгляда можно понять что это строилось при Сталине. Ну просто. Можно без эмпира. Ну и эмпир имеется ввиду что стремление к такой вот. Напыщенности. Извели вот к излишнему украшению. Такому. Сталинский эмпир так сказать. Четко что сказала в Москве. Да. Так сказать. Так сказать. Желстый. На тебе пожалуйста. Олексий. Леш. Полский бамбел. Леш. Это будет. Будет этот. Крусталют так это звать. Московский поезд. Идет. Каждый день прибывает такой поезд. Не знаю. Там москвичи наверное приезжают тоже нормально сюда. Перекладный бельный электричка. Что что? Перекладный бельный электричка. Такой поезд. Билет 1800 или 1900 плацкарт в Москву. Чокнешься. А купе. А купе чёртки сколько вообще. Надо 4 вагон. Аплакар это наш парень. Наверное машинина. Маша рука. Надо далёше туда идти. На другую колю. И вот это прибыл в Москву. В Днепропетровск. Сейчас люди выйдут. Мы заберём посылку. Всё. Забрали пакет. Спасибо огромное. Тут есть чехол в пакете. Ну я не хочу. Конечно хочется посмотреть. Тяжёлый такой пакетик. Спасибо огромное за подарок. Это самое. Конечно руки чешутся. Посмотреть что там. Это. Датерплюда 21. Уже крепко умотана. Зубы на весь боч. И главное мне ничего никто не говорила. Потом уже сказали что это самое. Это ж сюрприз. А чё ж сюрприз? А пришлось мне ехать собирать. Как это так? Ну что. А там вот. Случилось. О, блин. А там чтоб мне было падло так тащить. Аааа. Какий сюрприз. Да не надо я понять. Доша, ну не надо будешь ты ещё тащить мои подарки. Так что так. Зачем оно тебе? Я ж нельзя с тобой пищу. Тебе красиво в рубашках таких. У меня там еще есть такие рубашки. Надо посмотреть что может тебе подойдёт. Понял? На меня на лице. На лице. Это мне здание нравится. Вот этими колоннами. Что оно такое? Да. Вот колонны старые. Хлебзавод там. Хлебзавод? Хлебзавод. Там. Хлебзавод. А ты даже скинуй свои. Давай подожди. Давай подожди. Давай, подожди. Не бери. Не бери. Я сам возьму. Может на плечи тебе закинули? Да горб не один. Давай рюкзак собі. Не надо. Я нормально иду. Что помаду не оставили? А чего не оставили? Оставьте. Надо было. Там. По улицям. Чтобы дома жена выигнала потом. Да диви. Сыграня кричит, что у меня жена потоку. А, тату с экрана. Ха-ха-ха. Вау. Заманула праня. Да. Есть вот такой. Есть вот такой. Атлантный. Это по полторы все, да? Да. Они дороже, но я туда отдаваю. Вот этот красивый. Ага. Там песни играют в строение. Здесь. Здесь у нас Озерка, центральный рынок. Такое. Итопетровск. Бедные старики и кошмар Скажи тебе, домой вернёмся, но не все Не забывайте наши дна, летим вода Включай, стою Скажу тебе, домой вернёмся, но не все Не забывайте наши дна, летим вода Включай, стою Скажи тебе, домой вернёмся, но не все Не забывайте наши дна, летим вода Включай, стою Скажу тебе, домой вернёмся, но не все Не забывайте наши дна, летим вода Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ А что это пара на лень, за хвостом, да? Хорошая песня, да? Ну что, пойдем в театр? Пойма! А что это падает? Похоже на буванчики Женщина в одну заплакала Это сынок и бессадники Сын в одну заплакала Это сынок и бессадники А Леша купил себе кошелек такой кожаный за 353 Такой хороший Не знаю на сколько он кожаный, ну ладно А вот первый трамвай у нас Там прям трамвичка Красный Прям мокрый асфальт Мокрый асфальт Давай я понесу У меня до дня рождения далеко, я потерплю Давай Давай Так дай пакет Да Мы идем на работу Театр Мокрый асист Жизнь провинциальная Давай сюда, говорю А дай пакеты Вон неси Он крав мне пакеты Женщина Крав пакеты У меня не все Полицию Полицию вызывайте Он не хочет отдавать Полная полиция Зандартная Розкри вратяку Глянь пакеты А женщина поверила Бессовестный Забрал пакет Еле забрал у него Женщина Вы же не дай Он мыть этот самый фонтан Вымывается Все был чистенький Сам был так еды С пакетом С пакетом Модник С бутика еды Ты мне подарили Набрал там Потому что я звезда Ну правильно Кому же все будет дарить Я князь звезде Вот тут чай миш будет 21 секунд О Дивиться Дивиться Так Возлагайте подарки К подножию Прямо туда Да К ногам сам вылуп С сцены кидать Во время спектакля Вот так Я кинуть тебе горшок С цветком Погавай Ага Это у нас как красиво Ага Ромашки походили Это сцены ромашки Это Цеприем А я только шел Шел парень А я шел впереди И по телефону разгорел Думаю стану в пенек И короче Говорим что это шел шел Вот так лаяц А я пошел потом У нас липят И подлип А он встал А ты за ним А я как-то шел задумал Вот так обошел Идут Но ты думал что он Срезает как-то угол Чего там Я забыл что он шел Не обратил внимания А там липа цветет А он решил Удобрить ту липу Что не знаю Вот это липа Ого Глянь как Жалко Вы знаете Жалко что Камера не передает Запах аромата Цветущий Липы Да вообще Ну а то он ее удобрил Бачишь как теперь цветет липа Ооо высока И не подлип А ну Что-то другое удобрил О глянь Какие яркие цвета Не скравился Все Пока всем У нас под театром Установили такие штуки Да Некоторые велосипедисты Есть старисты Там оркестр Кто на работу Вот это вообще не помеха Для воров Не помеха Не помеха Да Ну а перекусить Вот это до свидания Такими вот клещами Как у тебя наподобие Да Есть такие мощные А это что-то Алла Верды Какаясь Приехала машина 15 секунд Смотри К нам сейчас велосипедист Приехал А куда же вы не едете На стоянка Вот есть У него своя стоянка Леша споет Арию короля Рене Это значит у него Иоланта Это написал Чайковский Сказку И значит там слепая Иоланта И пришел врач И сейчас Леша типа в волнении И ходит Рене То есть ходит в волнении И ждет Что же сделает этот Как его звать? Новоходоносоч Как его Колдун Эбинхакио Да Эбинхакио Пошел лечить дочку А Леша волнуется И что скажет Он какой ответ произнесет Можно Что скажет он Какой ответ произнесет Его наука Увидит Иоланта Свет И сождя Мне вечно мука Знать дочь мою Объятой тьмою О, Боже Шай Задо мною Задо мною О, Боже Шай Задо мною А Задо мною За что Страдает Ангел Чистый За что Поверкешься Меня Водьму ты в сар Её Лучистый Булай мне радостную месть, Учешь, надежда и исцеленья, Я за нее готов принесть. Корону, власть мои владения, Лиши меня всего покоя, счастья, Я все смиренно претерплю, За все тебя благословлю, Смотри, готов по браке пасть я, Всего лишиться всем дать. Но только дай мне не видать, Мое нитя объятым тлою, О, Боже, жалься надо мной, Перед тобой готов во прахе пасть я, О, Боже, Боже мой, Жалься, жалься надо мною, У меня от первой до последней, смотри, мурашки на этом, капец, капец, у меня аж мурашки. Это молодежный театр, мы с Алексеем стоим, мы, значит, едим мороженое. И вот я вам хочу показать фанвизи на пьесу «Недоросль», Но она в переводе на украинский «Недоросток». Ой, ну это капец. А что «Недоросток»? Сникнение принцессы ФФЛ и Третья. Созновение принцессы ФФЛ и Третья. А что «Недоросток», неужели так оно переводится? «Недоросль»? Мне кажется, это название нельзя переводить. Переводить так, вот знаешь, «Гвоздь», «Цвях». Знаешь там «Недоросль», «Недоросль», так и есть. Что ж, они на украинском его играют? Я не думаю, что перевели на украинский язык. А если играют на русском, то смысл писать афиши на украинском. По закону, так что. «Недоросток». Понимаешь, «Недоросток» это ж не то, что шпендик, понимаешь, маленький. Да, как будто шпендик. «Недорость» это в другом смысле имеется в виду, понимаешь? Ну ты понял, да? «Недоросток». «Недоросток» это не в росте дело. «Недоросток» и «Недоросток». У меня было назвать ему «карлик». Ага. Моненько любимое. В общем, всем привет, мои хорошие, мои любимые. Всем всем здравствуйте. Да, это девочки вам передали слезе, кто-то попьете чай. Блин, класс вообще. Гапчинская. Это такой тренд современный. Да? Гапчинская сейчас очень популярная художница. Гапчинская? Гапчинская. Гапчинская. Это тебе. О, спасибо большое. Даже с картами. Да, это они сами делают, рисуют, девочки. Я ссылку оставлял на эту трансляцию. Любовь, не напутай. А ваши чаи пьете. Кап оф ті. Кап оф ті – это чашка чая. Да. Класс, красота. нигде не потерялась с картами и даже есть пакетик чая можно его выкинуть надо у меня с мусором было а я получил еще одну посылку вот таким образом нас типа очень приятно вообще такие именные можно сказать подарки это я получил еще такую одну посылку не знаю что кастрюли нарисованы это мне из москвы вот это парик этой посылки прислали это у меня подошла заслуженная артистка украины олечка кармен амнерис потом озвучено ольга потом еще что ты пела такое большое марином нищик пела борисе годунове потом назначить а что-то ты еще пела вот такой татьяну когда-то ларину пела даже сантуцию пела все так что так вот и где такая скромная хрупкая девочка вода тену ванная к открыла горло то там такой голос что мама не горюй да да